Всем доброго трёмса, с вами Грини, и мы продолжаем играть с вами в RimWorld Hardcore SK на 16 альфе, и это у нас тундра. Я хотел чуть-чуть больше подготовиться к этой серии, но, к сожалению, не получилось. Я зачастую между сериями делаю какую-то рутинную работу, но если происходит какой-то блудень, то, естественно, я не могу его пропустить, и так получилось и в этот раз. В этот раз к нам пожаловали рапторы, причём их пожаловало довольно-таки много, и я даже не знаю, у нас тут нету двери одной, я не знаю, из чего её можно будет застроить, хотя, в принципе, нет, я знаю. Давайте-ка мы из гранитного блока поставим сюда, так-так-так, вот так вот, блок, закроем это дело. Грини, давай работай. Аристарха мы сейчас забираем обратно, пускай он оттащит тут компоненты на базу, самое оно. Да, такая серьёзная тусовочка к нам летит сюда, лучше бы они, честно говоря, вот тут сагрились на саранчу, который у нас тут очень много бегает по карте. Вот саранча больше делать нечего, как зимой в минус 30 бегать по заснеженной тундре, но, видимо, они что-то своё там по этому поводу думают и, в общем-то, им насрать. Ну что, встречаем наших рапторов, я, честно говоря, не уверен, что мы сможем сейчас отбиться, может быть, это будет самый короткий трай в нашей истории. Придётся, если что, так-так-так, давайте по одному прицельному выстрелу мы ещё успеем дать, и теперь переключаемся на неприцельный, будем разбираться уже в быстром темпе. Так, давай, тоже неприцельный выстрел. Так, вот этого убираем, Грини, Грини перезаряжаемся. Хотя, стоп, отставить Грини, Грини уходим туда. Так, ты у нас на сколько раненый? Тебя, я думаю, и док снимет. Хотя, нет, давайте вот по прямой будем стрелять. Отлично, разобрали, разобрали паренька. Давай, перезарядочка. И мне кажется, сейчас придётся много кайтить. Док, давай, 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 я в тебя верю. Так, Грини, чинить... Да, ты уже начал чинить дверь, ты красавчик. А док разбирается, соответственно, с этими козлами. Отлично, отлично, ребят, всё, разобрали мы их. Чиф, давай, теперь ты выходи, а док у нас перезаряжается. Ну, и Грини тоже перезарядка. Чё это он, решил свалить, что ли? Алё, ты на кого там решил напасть? А к нам ещё один приход саранчи, да? Я надеюсь, что она у нас не забаговалась, потому что такое у нас во время стримов уже бывало, когда они баговались и появлялись бесконечно. Будем надеяться, что в этот раз у нас всё не так. И последний раптор у нас возвращается к нам. И мы его сейчас разделаем. Без проблем. Ну, по дороге ещё приговорили какого-то козла. Всё, теперь нам точно мяса хватит. В этот раз нам повезло, ребят. Ну, что я могу сказать? Реально повезло. Ребяток на базу и на переработку. Ну, и ещё один момент. В принципе, у нас уже практически готово электричество. Что там у нас исследование? У нас уже даже электричество вообще готово, насколько я помню, да? Да, электричество вообще готово. Единственное, что нужно сделать нам будет конвекционную энергию второго уровня. Давайте мы её сейчас и будем разрабатывать. И начнём вот здесь вот выкапывать новое помещение. Вот таким образом. Здесь у нас будут с вами, собственно, угольные станции. И где-то здесь же будут у нас аккумуляторные. А Грини тем временем у нас выкопал полностью вот это металлическое месторождение. Давайте мы ему сейчас уберём вот здесь вот, поставим неограниченно. И я ему выставлял работу в полный день, чтобы он не отвлекался, чтобы он там не спал, а работал. Ну, не хочу я, чтобы он 10 раз у нас бегал сюда. Вот довольно-таки дальняя дорога. Сейчас у нас, кстати, этим будет заниматься Аристарх. А Грини пойдёт отсыпаться. Давайте жареное мясо мы сейчас переключим на нормированное. Сколько у нас сейчас его? Ну, у нас его сотни. В принципе, будем хранить в виде мяса, потому что иначе у нас чиф вообще никогда в жизни не остановится. Повторять до и выставим здесь где-то в районе ста. Минимальный стак на 90 и, в общем-то, всё. И на нас налёт теперь. Господи, боже мой, нам просто вообще не дают ни секунду покоя, как говорится. Аристарх, давай-ка ты, значит, на базу можешь механизмы вот перетащить. И мы отправляем наших ребяток вот куда-то сюда. Так, кстати, Аристарх, ты там что, тоже что ли к бою? Нет, Аристарх у нас всё в порядке. Аристарх у нас тащит какие-то там механизмы на базу. А мы готовимся к обороне. Всё, вражины на подходе. Я специально держу наших ребят за дверями, чтобы подпустить врагов поближе. Ой-ой-ой, там у нас ещё и огры в этот раз. Всё, пора выходить. По-моему, я даже немножко как-то долго всё это сделал. Так, давайте прицельный выстрел Грини. И отступаем, давайте обратно. Отступаем, чуть-чуть подпустили, выходим. Выходим и разбираемся с козлами. Чёрт, по-моему, нас сейчас могут и нахлобучить таким образом. Так, док, давай отступай. Так, Грини тоже отступай. Неприятно, у нас перезарядка пошла. И тут у нас подтягиваются ещё и вражины, да? Подтягиваются у нас огры. Это вообще ни разу неправильно. Так, один огры отхватил. Но, блин, огры, блин, они что-то какие-то слишком мощные. И к нам ещё и торговец оружием припёрся. Я думал, что на нас нападение. Сейчас, может быть, какой-то там баг со звуком будет. Я, к сожалению, это проконтролировать не могу. Так, ну-ка, Чиф, отходи назад. Так, огры у нас, понятно, огры у нас остановились. Они не врубаются, что происходит. Так, ну-ка, давай-ка вот того товарища дострелишь. Нет, по ходу дела не дострелят. Слишком далековато. Перезарядка. Отдок давайте мы вот сюда вот отправим. Неприцельный выстрел. Кто из вас ранен? Ну, слушайте, этого огры мы будем долго разделывать с вами. Ой, не разделаем, кстати. Так, ну-ка, отходим обратно. Грини, иди чинить быстренько дверь. А док мы отправляем на место Грини. Попробуем покайтить немножко. Но кайт не очень удачный получился. Так, не-не-не-не-не-не-не, Чиф обратно. Так, что-то вообще, вообще ни разу не удачный. Чинить дверь быстро, быстро, быстро чинить. А что вы ломаете, ребята? Так, ты просто стоишь, а ты и ты просто стоишь. Вот, теперь пошел ломать. Так, вот ты-то давай... Ага, да ешкин ты матрешки. Нас слишком, слишком он, ребята... О, отлично, все, разделали. Слава богу, разделали. Давайте попробуем этого товарища тоже вырубить. Нефиг нам тут шляться. Все, отлично. Только док у нас немножко ранено. Что там по здоровью? Ну, безымянный палец у нее и до этого был отбит. Ладно, все, возвращаемся на базу. Всем спасибо, все свободны. Атаку мы отбили, и к нам там тащатся еще и торговцы. Может быть, сейчас с ними как-нибудь там удачненько поторгуем. Поглядим, посмотрим. Блин, а зачем ты его разделываешь, родное сердце? Вот давайте-ка мы вот эту тему отменим. Потому что он у нас как животное числится. Вот он у нас. Но с него падает человеческая еда. Поэтому шел бы ты лесом, парень. Давай мы тебя вот куда-нибудь перенесем на склад. Да не на этот, ешкин ты матрешкин, а? Отсюда давайте трупогра уберем. А вот сюда его куда-нибудь добавим. Так, трупогра. Везде добавим, где это возможно. Тащи его куда-нибудь вот сюда. И надо его вообще там сжечь. Так, не дают нам его сжечь, к сожалению. Хорошо. А можем мы его отдельно вот здесь вот добавить в сжигание? Естественно, можем. Все. Спокойной ночи, парниша. Вот так вот я распланировал у нас помещение под угольной электростанцией. Соответственно, здесь на 8 штук получается. Можно было бы сделать и побольше. Я думаю, если что, мы его потом расстроим. Расстроим, если нам это понадобится. Сейчас давайте мы наметим здесь сразу стеночки, чтобы мало ли здесь что-нибудь не обвалилось, когда мы будем копать. Кстати, вот это тело надо убрать отсюда с морковным носом. Оно нам здесь совершенно не в тему. У помещения под угольной электростанцией есть один такой момент. Угольные станции дают очень много тепла. И чтобы оно рассеивалось эффективно, надо, чтобы оттуда был открытый выход на улицу. Причем даже без двери желательно. Потому что никакими вентиляциями вы, к сожалению, не сможете рассеять это тепло. И там будет порядка где-то 75 градусов, что, ну, как бы не всегда радует. Хотя в условиях зимы, возможно, это и не так плохо. Давайте здесь вот добавить крышу, где ее не хватает. Сейчас Гринни тут все это доделает по-быстрому. Нет, Гринни ничего не доделает. Гринни тупо ушел спать. А мы с вами пойдем поторгуем. Так, что у тебя есть, парниша? Давай, 40-й калибр мы тебе продадим. Хотя его можно, конечно, на турели оставить. Но я не буду этого делать. Вот эти все патроны лишние мы продаем. Картечи у тебя, конечно же, для нас нету. От Десерт Игала мы тоже продаем патроны. Вот боевые стимуляторы. Все это мы продаем. Все лишнее. Медвежьи шкуры давайте оставим. Это все оставляем. Шкуры Мегатерия продаем. Потому что все равно мы к ним пару не найдем. Что у нас? Медикаменты прикупим. Ну, в общем-то и все. Ну, и продать лишнее оружие. Потому что оно будет занимать только наши склады. Нам это не нужно. Все лишнее мы продаем. Ну, одежду потом переработаем. Продавать мы ее не будем. Это нелепая идея. Так, 825 серебришка. Это нам пригодится. Кстати, док, давай ты вот сразу же медикаментики куда-нибудь перетащишь. Туда. И еще один момент. Где-то нам надо построить госпиталь. И мне кажется, что он должен быть где-то вот в этой части. Потому что здесь у нас будет киллбокс. Поэтому просится госпиталь у нас вот в ту часть как раз. Или же он вот сюда просится. Но сюда мы его поставить не можем. А можем поставить вот туда. Ладно. Госпиталем будем заниматься после электричества. Блин. Теперь еще и космическая радиация. Вообще все прелести жизни. Ну, с этим на самом деле справиться довольно просто. Давайте просто расширим области крыши здесь. Везде, где это возможно. Все закроем крышами. Даже, наверное, половину киллбокса. Вот так вот. И главный момент. Нельзя у нас сейчас отправлять там аристарха. Или еще кого-либо отправлять за пределы нашей базы. Все. Гринни пошел закрывать все крышами. Космическая радиация влияет именно если ты находишься под открытым небом. Поэтому нам нежелательно сейчас находиться под открытым небом. Так, подождите. А вот здесь почему у нас крыши нету? Что за дичь? Гринни. Гринни, непорядок. Куда ты полетел? Ну, Гринни пошел жрать, конечно же. Это самое важное занятие. Тут космическая радиация. А Гринни пошел жрать. Ну, действительно, почему бы нет? Ладно, это нам нисколько не помешает. Мы сможем здесь спокойно докопать все, что нам нужно было. Так, 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 так. Давайте вот это все тоже расширим. Вот такое вот у нас получается помещение. Я надеюсь, здесь ничего не рухнет. Но, по идее, не должно. Надо чем-то занять аристарха, перетаскать вот эти булыжники из проходов отовсюду. Время у нас есть, поэтому давайте вот в этом станочке увеличим количество олова, которое мы можем выплавлять. По той простой причине, что железа у нас нету. Нам за ним под радиацией не прогуляешься. Поэтому будем выплавлять олово, потому что оно у нас как раз есть. И главное, олова лишним нам точно не будет, потому что все станки на начальном этапе делаются именно из него. И у нас изучена конвекционная энергия. Давайте посмотрим, что мы еще можем изучить интересного. По идее, нам надо изучить что? Ну, инфраструктуру, чтобы освещение делать. Давайте сделаем. И дальше нам надо сделать геологию. Ну, и металлургию было бы неплохо, чтобы сделать, наконец-то, именно электрический станок. Вместо вот этого вот чуда доисторического электрический станочек будет работать несколько быстрее. Все. Радиационный фон приходит в норму. Это значит, что мы можем распускать всех наших ребятишек. Аристарха надо сразу же отправить, переносить сюда железо. Давайте мы сейчас железо здесь поставим на максимальный приоритет переноса. И здесь надо нам тоже открыть, наверное, какое-то пространство. Убрать крыши, потому что иначе у наших ребят разыграется клаустрофобия. То есть некоторые у нас товарищи, в отличие от Аристарха, не бегают по всей карте. И поэтому им надо хотя бы где-то, хоть чуть-чуть ловить солнечные ручки. Хотя зимой, наверное, солнышко-то не сильно греет. Так, все, космическая радиация у нас ушла. Но зато пришла очередная атака. Господи, как же вы надоели, ребята. Куда мне вас девать? Куда мне вас хоронить-то, блин, всех? Ой-ой-ой, сразу нападаете? Да, сразу нападают. Поэтому давайте-ка выставим наших ребят. Пускай они ждут. Сейчас приготовятся, перезарядятся, помолятся. Ну, своим богам, кто как. И будут встречать подонков. Подонки, идите на юх, бобрусь для бобров. Ну, с этими, я думаю, мы должны справиться без особых проблем. Потому что это все-таки не католюди с ограми. Сейчас мы их поближе немножко подпустим. Чтоб они издалека нас не атаковали. И разделаем их под котлетку. Выходим. Ну, давайте цели раздадим. Всем нашим бойцам разные. Чтоб они все дружно не стреляли в одного. О, и сразу же один, один сразу выбыл. О, вообще красиво. Ну, вот лучники меня несколько нервируют. Ладно, давай вот этого вот убирай. А вы попытайтесь убрать лучников. Правда, они, конечно, далековато для вас. Нормально, тем не менее. Вошло по первое число. Ну, а теперь надо разделаться с оставшимися проблемами. Так, правда, в Грине нифига патронов нету. Но, тем не менее, им, в принципе, хватило. Ладно, ребята, давайте всех распускаем. Единственный момент. У нас, вообще-то, осталось очень мало патронов. Патронов у нас осталось с вами 199 штук. Так что, в принципе, нам надо бы заняться и оружейкой. Но это будет сразу после электричества. А у Аристарха, блин, риск нервного срыва. Потому что он увидел три трупа. Какой кошмар, блин. Ну, конечно, пацифист, блин. Че с него взять-то? Да, трупы, конечно, у нас тут в огромном количестве валяются. Надо бы их переработать. Но тут особо ничего не сделаешь. У нас времени нету для того, чтобы их перерабатывать. Так, Грине, давай вот это вот быстренько разбери, пожалуйста. Сюда надо поставить... И еще у нас изотмение. Тоже для настроения. Прям вот то, что нужно. Давайте из стального сплава сюда поставим дверь. Ее сразу же сделаем. Чтоб в дальнейшем проблем не было. Ну, у нас даже тут с разбора предметов все необходимое здесь прям валяется. Да, обратите внимание. Я вот сейчас уже, в принципе, могу построить здесь электростанции. Но этого не делаю, а заканчиваю вместо этого помещение. Почему именно так? Потому что не имеет смысла куда-то торопиться. Чем больше вы предметов здесь строите, тем больше у вас повышается стоимость колонии. Вот здесь вот, соответственно. И тем сильнее к вам приходят рейды. Поэтому проще сначала подготовить полностью помещение, а потом уже все вместе построить. Никуда торопиться не имеет смысла. У нас нету цели максимально быстро куда-то улететь. У нас есть цель построить интересную красивую колонию для наших колонистов. И поэтому можно делать все поэтапно, потихонечку. Заканчивать именно все наши проекты. То есть начинать и доводить полностью до конца. И только после этого переходить к чему-то следующему. Так, к нам тут гость ползет. Да, и он будет опять жрать нашу еду. Но, в принципе, пофигу. У нас еды в этот раз довольно-таки много. Кстати, Аристарх, давай ты перенесешь еще сюда рапторов. Ачивчика неплохо было бы отправить сжечь трупы. Все, помещение у нас с вами выкопано. Теперь необходимо его построить. Так, начнем мы со стен. Жалко все-таки, что мрамора у меня нету. Меня это очень сильно печалит. Так, значит, вот это у нас центр. Мы делаем просто практически квадрат. И два прохода оставляем. Нижний мы дверь потом поставим. Но, опять-таки, потом. Сейчас нам это нафиг не нужно. И здесь плиточку из сланца укладываем. Я бы, конечно, предпочел не сланец, а что-то другое. Типа мрамора. Но пока нам доступен только сланец. А чифа давайте отправим вот сюда. Камушек перерабатывать. Потому что у нас его маловато. Не хватит нам на все. Здесь давайте тоже подкопаем. Вот таким образом. Чтобы тоже можно было замастить. И немножко давайте подрежем вот эту зону с булыжниками. Потому что я предпочитаю, чтобы у меня везде проходы были по три клетки. Это красиво. Это хорошо простреливается, если надо. В общем, три клеточки меня полностью устраивает. Поэтому у меня все коридоры, как видите, тоже везде по три клетки. Можно даже турель поставить, если нужно, внутри помещения. Все, аристарх нам притащил материалы на все это помещение. Так что грине осталось теперь его просто только доделать. Хотя здесь я, по-моему, немножко разогнался. Давайте посмотрим, как это у нас будет выглядеть по плану. Вот так это у нас будет выглядеть по плану. Давайте вот здесь вот. И вот здесь вот мы сделаем проходы. Потому что с этой стороны у нас с вами будет аккумуляторная. А с этой стороны будет выход. Вот здесь вот у нас будет, скорее всего, производство нефти в будущем. Ну, в любом случае, проход сюда сделать тоже можно вполне. Только с дверью, потому что вот здесь двери как раз у нас не будет. Блин, Рисио упал в обморок. Придурок жизни, господи боже мой. С тобой можно вообще что-нибудь сделать противоестественное? Нет, нельзя, к сожалению. Ну, значит, лежи в обмороке. Может быть, ему... Так, давайте попросим его уйти, на самом деле. Да, я хочу, чтобы он ушел. Потому что иначе он здесь сдохнет. Знаем мы уже эти приколы. И давайте вот здесь вот настроим немножечко по-другому. Ну, что-то у нас тут легкий перебор с месяцом. Так, 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 так. Давайте мы здесь не 110 поставим, а где-нибудь 85 те самые. И где-нибудь полтинник на складе. Далее я распланировал вот такую вот комнату под аккумуляторную. Потом она будет в эту сторону расширяться. Но каким образом, я пока не знаю. Давайте мы ее тоже копанем. Потому что строить, в принципе, на данном этапе сразу угольные станции. И при этом не делать под них аккумуляторы. Это тоже, наверное, где-то идиотизм. Поэтому давайте сначала здесь копанем. Гринни, правда, решил забить болт и куда-то уйти. А, нет, нормально. Он пошел перекусить немножко. И это хорошо. Исследование карьер у нас завершено. И следующее у нас геология. То есть мы сразу же выйдем на шахту. И сможем ее где-то тут построить. Подождите, шахты у нас, по-моему, только вот здесь. Вот, да, снаружи. То есть внутри пока шахт нету. Так, что-то здесь становится жарковато. На улице минус 12. Так, здесь минус 14. Кстати, после того, как крышу здесь поставили, это у нас стало считаться не как улица, а как без крыши. Мне это несколько печалит, на самом деле. Хотелось бы, чтобы это была именно улица. Потому что тогда отвод тепла в нее будет немножко по-другому работать. И здесь у нас стало теперь реально жарко. Поэтому давайте-ка мы вот эту шляпу выключим. Ничего страшного, лучше на холодке. Во всяком случае у нас тогда мясо не испортится. А так оно точно испортится. И что нам еще надо сделать? До электричества еще нам надо сделать бетономешалку. Давайте из оловянного сплава ее поставим вот сюда. Рядышком нам понадобится, наверное, так, есть у нас тут конопля. Конопля, конопли у нас много. Сейчас дунем и все станет на свои места. Не, на самом деле мы сделаем из нее контейнер. Мы сделаем из нее корзиночку, вот из конопляного полотна. Это будет под бетон. И давайте одновременно у нас тут металл это прилично. Я давно хотел уже сделать, значит, из стального сплава. Так, 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 подождите, где у нас какие склады? Это у нас под камни, по-моему, да? А это под блоки. Ну окей, значит, на территории блоков делаем парочку палет. И я думаю, что можно еще и корзину вот сделать под песок, под щебень. Я не уверен, что нам хватит. Сколько там вы говорите у нас? Нет, не хватит. Но я думаю, что можно использовать какую-то другую барана, допустим. Почему бы и нет? Давайте еще с шерсти барана сделаем под щебень корзиночку тоже. Вот она, шерсть барана. Ну и отправляем Грине все это безобразие делать. Так, вот этот вот контейнер мы настраиваем на бетон. А здесь настраиваем его производством. Давайте изготовление бетона, как обычно, повторять дуо. Где-то нам, наверное, здесь понадобится около, ну пускай будет 160. Минимальный стак 120. И радиус поиска тоже уменьшаем, как обычно. В эту корзинку мы кладем с вами щебень. Почему так? Потому что, как видите, вот что песок, что щебень удобно хранить именно в корзинках. Потому что на палетах его помещается там что-то около 2000, да? Даже, по-моему, меньше. А здесь помещается 5 стаков. Песок стакается по 900. Ну и посчитайте, это уже 4500 в одной вот этой вот маленькой корзиночке. Согласитесь, что это довольно-таки удобно. То же самое касается хранения серебра. Его тоже очень удобно хранить в корзинке или же в каком-то сундуке. Так, и сюда мы песок размещаем. Ну, а вот эти вот палеты у нас пойдут, соответственно, под мраморные блоки и под блоки известняка. Вот так вот их настраиваем. Дальше. Нам надо разобраться, в принципе, вот с этим вот складиком. Я думаю, что его надо уменьшить очень существенно. И все-таки сделать таким образом, чтобы у нас вот эти вот палеты заполнялись сразу отсюда. То есть, вот здесь мы с вами давайте поставим таким. Не положить на пол, а отнести на лучший склад. А вот здесь вот мы давайте подрежем вот эти зоны. Оставим здесь буквально, ну, как-то вот так вот. То есть, три клетки оставим, остальное уберем. Так, здесь поставим максимальный приоритет. Он здесь и стоит. Ну, а здесь у нас стоит высокий приоритет. Ну, и еще, кстати, здесь можно построить еще одну палету. И назначить ее под железобетон. Вот так вот давайте сюда вот ее поставим. Потому что железобетон у нас будет собираться здесь. Из бетона и столюги. Железобетон. И, соответственно, будет довольно-таки удобно его перетаскивать. Давайте мы, кстати, его производство с вами сразу поставим. Потому что он нужен для производства электричества. Повторять до. Выставляем 110 и минимальный стак 70. Ну, и, естественно, уменьшаем радиус. Но так, чтобы туда попал еще и склад металла. Ну, и на самом складе металла я тоже поставил четыре палета. Соответственно, вот эта палета ее просто еще не перенесли, скажем так. Вот это надо сейчас перекинуть. Это палета под стальной сплав, под оловянный сплав, под железную руду и под оловянную руду. Дальше еще тут надо будет поставить под штейн, под серебро корзинку и так далее. А наши ребята пошли уже вот вовсю производить железобетон, который нам понадобится для строительства электростанций. Ну что, ребят, на этом мы с вами будем заканчивать. Вот такая вот у нас не очень продолжительная серия получилась. Но я думаю, что как раз продолжительность роликов и должна быть где-то от 20 до 25 минут. Хотя по механикам ютуба лучше, конечно, когда ролики вообще меньше 20 минут, но вас это, наверное, особо не колышет. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видео, заходите ко мне в группу ВКонтакте, на стримы. Везде буду рад вас видеть, с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а с вами был Гринни, всего доброго, всем пока и отличного настроения.